всем привет всем привет сегодня у нас очередной прямой эфир вот trio meridian вот вижу моих экспертов хорошо молодцы ребята сейчас сейчас я отправлю вам запрос сети так сейчас еще андрея сейчас увижу вот андрей отправляю ребята вам запросы так андрей бану мне пишет то же самое мне пить андрея у андрея должна быть последняя версия instagram вот попробуй отправить наоборот и мне запрос на участие в эфире андрей попробуй отправить мне запрос на участие в эфире потому что мне почему-то тебя добавить не дает вот я нажимаю пригласить андрея а он мне пишет чтобы андрей мог присоединиться ему потребуется последняя версия instagram андрей наталья как всегда улыбается всегда был позитивно молодец только так поздравляю тебя с новым провайдером надеюсь тебя уже интернет уже не будет твоим слабым звеном вот постараюсь роутер новый провайдер новый в общем протестируем сейчас надеюсь мы не будем петербург не будет слабым звеном для нас это очень важно потому что как же мы мы тогда уже не будем не трио каждый раз когда тебя будет выбивать мы будем каким-то непонятным дуэтом мальчики 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 землякопа с половиной да 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 что то типа того вот блин андрей 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 где у нас андрей привет андрей 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 пригласите людей на участие в прямом эфире а он так вот андрей ну блин о что-то получилось должно все он здесь он с нами ура 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 вооруженные силы в российской федерации всегда на страже порядка приветствую уважаемые вы уже соскучились да да конечно конечно мы не могли в это поверить что ты сегодня что сегодня краснодар будет слабым звеном такого просто быть не должно это участь это участь санкт-петербурга в основной части ну все это моя ниша да это твоя козырная фишка будет вот да 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 пусть будет да всем еще раз привет всем еще раз привет видите да у меня на фоне что у меня на фоне стоит угадаете класс вот да 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 это наша замечательная система мониторинга вот привет ребята привет ребята привет всем кто присоединяется к нашему эфиру у нас сегодня очень такая актуальная тема я думаю она актуальна не только для тех кто занимается млм а вообще она в принципе есть такое понимание как закрытие вообще у нас да ну тема эфира у нас закрытие месяца но вообще есть такое понимание как закрытие чего-то либо где-то как-то там вот у нас сегодня в эфире Робинович ТВ как всегда на связи с вами неизменно вот это город Сургут и два моих замечательных эксперта это Наташа Симоненко из города Санкт-Петербург тоже наша сургутянка но она теперь хочет закосить под петербуржку но у нее это пока плохо получается но ничего страшного вот наши вооруженные силы которые всегда на страже это Андрей Журавлев это город Краснодар это жара 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 вот а сегодня у нас тема такая да я еще раз повторюсь тема у нас закрытие тем кто занимается или тем кто принимает участие в такой индустрии очень сейчас набирающие обороты рост и вообще везде и всюду во всех сферах человека как млм это есть такое понятие как закрытие месяца но все помнят что даже раньше когда мы учились в школе когда мы учились в институте когда мы где-то работали в найме было понятие такое да закрыть в школе мы что делали мы закрывали четверть да помните все да то есть мы подбивали оценочки мы все боялись чтобы у нас там не было троек в четверти потому что там это косяк будет в оценке за год это будет потом косяк в аттестате да то есть это вот потом когда мы учились в институтах в вузах да мы закрывали семестры мы у нас были сессии мы тоже мы там старались все подогнать это все вот к окончанию семестра к окончанию да там поставить какие-то зачеты автоматом какие-то экзамены какие-то курсовые что-то написать да успеть чтобы там на неделю пораньше всех там уехать домой да ну кто учился в разных городах вот я учился в тюмени например да и я когда уже было сделок сессии да мне нужно мы там начинали все свои подгруппы да подбивать там все подбивать там зачеты автоматом писать курсовые чтобы да на неделю пораньше уехать домой к родителям ну а соответственно по истории да мы знаем есть такое было такое знаменитое стахановское движение они там закрывали пятилетки да там был лозунг такой пятилетку за три года то есть да помните все такое ну а соответственно сейчас кто работает в найме всем знакомо такое понятие как закрытие месяца квартальный отчет годовой отчет то есть закрытие у нас всегда что-то где-то мы всегда что-то где-то закрываем вот и вот первое начнем сегодня сегодня мы начнем с девочек да потом экспертное мнение мальчиков вот Наташ скажи что что для тебя понятие что ты вкладываешь в понятие закрытие или вообще что для тебя означает это такое таинственность в нашем сегодняшнем эфире слово закрытие 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 Наташа закрытие это значит подведение итогов да закрытие закрытие это значит подведение итогов закрытие это нужно проанализировать как проработал и вообще проработал ли ты этот месяц или нет то есть ответить на вопрос слышно меня Да-да-да, вообще хорошо, слышно и видно, и слышно. Вот, поэтому, то есть, подвести итоги, проанализировать разбор полетов, то есть, что получилось, что не получилось, вот что такое закрытие месяца. Ну, еще, что очень важно, это, конечно, проработать с командой, потому что в нашем бизнесе очень важно работать все вместе, то есть, высокие результаты только вместе, вот это тоже очень важно, не только мой личный, например, вклад. Вот, что я вкладываю в понятие закрытия месяца. Хорошо, хорошо, девочки нам сегодня сказали, что для них такое закрытие. А вообще, ну, это вот, это ты сейчас сказала, если мы берем момент такой, да, момент сетевого бизнеса, момент инфраструктуры MLM, да, там, закрытие месяца, работа, анализ. А вообще, вот, по жизни, да, вот, абстрагируйся от бизнеса, от MLM, вообще, вот, просто для тебя есть какое-то понятие такое, вот, ну, закрытие чего-то где-то, вот, в жизни, не в бизнесе, а просто вот жизненное понимание? Да, абсолютно есть. Я прям перебиваю, мне хочется рассказать. Я очень давно, не знаю, сколько лет, но очень давно уже воспринимаю жизнь, все события, которые в жизни происходят, как проект. И ко всем событиям отношусь к проекту. И как любой проект, он может иметь отрицательные результаты, может, такие, что называется, нейтральные результаты, или же супер положительные, к чему мы, конечно, всегда стремимся. И для того, чтобы реализовать тот или иной проект, нужно, ну, определенные действия, там, планирование действия, то есть подтягивание ресурсов, и тогда будут, будет тот. Накаркал, Витя, накаркал. Это просто, это не Яна Каркал, это просто вот Наташа. Энергия, энергия, энергия. Да, это просто Наташина энергия, она просто вот перебивает все вышки, которые стоят вокруг ее дома, все роуды, все абсолютно перебивает. Ну, возможно, ей просто кто-то позвонил. Вот, ну, пока у нас Петербург подсоединяется, Андрей Журавлев, Краснодар, вот, Андрей, тебе тот же самый вопрос. Ну, я думаю, начни, конечно, вот, просто в жизни, да, а потом уже так плавно перейдешь. Конечно, жизнь, конечно, жизнь. Мне понравилось там это, а то наши подписчики, кто будет смотреть, эфир не поймут, ты там начал про косяки говорить. Виктор Рабинович не вот эти косяки имел в виду, а там двоечки, хвосты заносить. И опять же, ты, вот я сегодня вот реально не готовился, никакие там анекдоты, смешные истории не готовил, но ты как с тобой сведешься с Виктором Рабиновичем, ну, так опять вспомнишь, ты меня напомнил, да, вот это. Ну, и как раз тут по закрытию, да, у нас получается подведение итогов, закрытие месяцев. Как бы, да, мероприятие очень хорошее, но где-то оно мне нравится, где-то нет, да, и начнем с анекдота. Я вспомнил такой анекдот студентов, все мы были студентами, кто-то будет студентами, и все. А запускай ее, сейчас чтобы она тоже послушала, сейчас будет вообще интересно. Ну, вот когда студент учится, запустил? Да-да-да-да-да-да-да-да. Все, это квадрат Малевича почему-то. С кружочком, с кружочком. Да, пока интрига со... О, слышишь нас, все видишь. Все, погнали. Все мы были студентами, а кто-то будет студентами. И вот эти там, каждый день нужно было отвечать, что в школе, что студенты все как бы не любят отвечать, и в самом конце, когда там много вопросов. Ну и такой жизненный анекдот, студент надоело учиться ему, год отучился, каждый день там отвечать, руку тянуть, много вопросов, а экзамены в конце, сессии и все остальное, год протерпел, два протерпел, третий не выдержал. Ну и пошел, утонул. Думает, ну, конечно, мы не желаем никому утонуть, но вот утонул, попал перед Архангелом там наверху на небе, ну он ему и говорит, ну что, студент, ты куда пойдешь, в ад или в рай? Ну он такой, ну конечно в рай, но все хорошо. Ему показали дверь, заходит туда, все заходит, там вообще все шикарно, море, кайф, все, да. Но каждый вечер, тук дверь, да, спать, ложиться, а такой ангелок заходит с гвоздем, да, он такой, а что за гвоздь? Ну ты студент, каждый день пятую точку убивает гвоздь. Все, он терпел полгода, каждый день все приходило. Вернулся назад, постучался опять туда, ну и говорит, а можно мне в ад? Что-то я как бы ушел оттуда, от этого и пришел туда, ну вот, ну все, ладно, хорошо, лишь бы тебе было хорошо. Попадает в ад, а там еще больше, и девчонки, и выпивка, и море, там вообще все по кайфу. Он ждет первый вечер, раз никто не пришел, он такой, нифига как классно, все балдеет, полгода вообще не парится, полгода проходит, тут такой стук, дам, дам, дам. Он такой вообще в шоке, заходит такой черт, и несет вперед, толкает такую здоровую тачку гвоздями. Ну что студент, сессия! Андрей, как всегда, ну так, это да. Ну и тут самое в нашей жизни, как бы да, я тоже учился в школе подведения итогов, университет закончил, потом армия, у нас также есть и подведение итогов всего. Ну и там, как бы, такая повседневная жизнедеятельность, не замечаешь, да, принцип состязательности, все хорошо, и в конце там, да, указывают, кто лучше, кто хуже, лучше, там, премии получают, благодарности, да, медальки какие-нибудь, грамоты отличные, ну это у всех было, да, по спорту, по этому. Ну а теперь возьмем, чем занимаемся мы, да, бизнес, МЛМ, да, тут то же самое, весь месяц мы трудимся, и как бы, все мне нравится, но мы же не можем, русские, делать каждый день по чуть-чуть, как вот этот студент. Первую неделю раскачиваемся, вторую там еще что-то, а последний день, я вообще не кайфую, адреналин, весь день не спишь, звонки не выходишь, все, закрытие сделок, туда-сюда. Я лучше, я люблю, когда уже за неделю закрыт статус, какая-то карьерная лестница уже, а, все, ну так почему-то не получается. Не знаю, как это работает, но последний день и последние часы компании выполняют самый высокий товарооборот, но я этот день не люблю, вот эта вещь на адреналине, на хипише, туда-сюда бежишь, галопом по Европам, все горит уже, да, когда все горит, и уже все, зима, бежать. Но какое состояние кайфа, когда проснулся утром, у тебя на счету более 200 тысяч рублей, ты все вспоминаешь вчерашний день, ооо, и думаешь, не, на следующий месяц я так не буду, а буду. И нифига, 12 месяцев все одно и то же, не знаю как, но так работает. Вот это для нас именно закрытие месяца и подведение итога. Виктор, а теперь ты поделишь, как ты думаешь, как ты считаешь? Ну да, еще есть такой момент, когда ты, ну действительно, мы все как студенты, да, есть еще такая замечательная поковорка, от сессии до сессии живут студенты весело, да, а сессия всего два раза в год. Вот, но у нас не два раза в год, у нас каждый месяц есть либо 30-е число, либо 31-е, вот, поэтому мы, конечно, да, там весь месяц, ну все по-разному, конечно, не хочу там всех под одну гребенку, но все по-разному, да, кто-то там работает, проводит встречи, закрывает белки, то есть, в принципе, и он все равно, когда в течение месяца работаешь и уже к концу месяца ты видишь, например, свой результат своего труда, да, и ты понимаешь, что, блин, ты когда планируешь месяц, ты планируешь что-то одно, например, какой-то один статус, и ты весь месяц, когда плотненько поработал, ты понимаешь, ты видишь, что, блин, как здорово ты поработал, тебе осталось совсем чуть-чуть, да, еще, 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 потому что если делать это каждый день, ты входишь в состояние азарта, да, и вот этот вот 30-31 число каждого месяца, это вот как будто, знаете, наверное, состояние рулетки, состояние казино, когда ты все выигранные фишки, такое ощущение, да, ты ставишь на зеро, и вот эта вот рулетка крутится, и ты вот этот адреналин, этот азарт, это вот состояние там такое, выпадет, не выпадет, и вот 30-31 число, оно у нас такое, вот, бывают такие моменты, что еще, когда весь в работе забываешь некоторые важные моменты, просто у нас были там инциденты, прецеденты у партнеров, это когда ты забываешь два важных понятия, да, да, это активность и квалификация, свои собственные, да, потому что, как наставник, ты всегда нацелен, конечно, на работу с командой, потому что без команды ни в MLM, ни в нашей компании, ни в какой-либо другой, да, это невозможно, и, соответственно, когда ты уже в самый последний момент, да, как Андрей говорит, да, там наутро проснулся, да, у тебя там на счету угонное количество денег, но бывали такие моменты, когда ты просыпаешься, а на счету у тебя меньше, чем ты ожидал, потому что что? Потому что ты не проверил свою квалификацию, да, ты не посмотрел свою активность, потому что, ну, потому что не посмотрел. Вот, поэтому закрытие месяца очень важный момент, и вчера была тоже очень интересная тема, ее интересный вебинар, ее вел Женя Гнездилов, да, он тоже рассказывал про закрытие месяца, поэтому я с Женей полностью согласен, он говорил, что нужно держать фокус правильно, то есть нужно держать фокус и не упускать вот такие важные моменты, то есть нужно смотреть не только свою активность и квалификацию, нужно смотреть еще, чтобы твои партнеры тоже проверяли свою активность и квалификацию, ну, потому что, если не будет одного какого-то момента, да, будет, ну, будет обидно посмотреть на свой финансовый кабинет, да, на то, что, вот нам Наташа опять стучится, вот, поэтому закрытие месяца, да, это такой всегда, это всегда адреналин, всегда абсолютно такой драйв вообще, и потом, конечно, выдыхаешь очень долго после этого месяца, когда вроде казалось бы, вроде только выдохнуло, а уже опять закрытие месяца и опять начинаешь вдыхать. Ну, что касается, если брать так уже более, да, то есть закрытие месяца, это уже, это всегда анализ, это вот я согласен с Натальей, это всегда анализ, это подвинение определенных итогов, это просмотр того, что ты сделал, что не сделал, что мог бы сделать, да, но поленился в какой-то момент или вообще просто там, я не знаю, там, не захотел или там у тебя настроения не было, да, и когда ты делаешь анализ, ты понимаешь, что если ты там не заморочился на своем настроении, да, результат мог быть совсем другим. Поэтому для меня закрытие месяца – это в первую очередь анализ, это в первую очередь анализ, и здесь я с Натальей, с нашим питером, там, что-то провайдер, провайдер подводит, все равно, Наталья, не знаю, или там звонки у тебя, там, вот, поэтому вот здесь с Натальей я соглашусь. Я закончил. Я скажу, что единственные реально существующие границы – те, которые человек устанавливает себе сам. Вот и все. Наталья, давай делись, рассказывай, то мы тебя хотим послушать, никак не можем. Да, пока тебе это, пока тебе провайдер дает слово. Нет, опять заговорили, и все. Все. Ну что такое, ну что такое? Хорошо, поделись мне, сейчас такая движуха идет. Сургут вострял, команда двигает, поздравляю вашу команду большую, Елену Бастрегину, Адульфию Сафарову и всех остальных, вы большие молодцы, поделись, как это было. Как же при закрытии месяца горят чаты, горит твое сердце, горят твои глаза и все остальное, это нельзя передать? Это да, это точно. Я присутствовал при этом моменте, когда у нас был выездной мероприятие «Старт», и это уже было после мероприятия, когда мы уже сидели просто за столом, это уже был даже не поздний вечер, это уже была фактически глубокая ночь, да, и мы сидели, кто уже, скажем так, мог еще сидеть, скажем так, да, у кого еще и сила, мы просто сидели, общались, и сидела структура Лены Бастрыгиной, и просто в один прекрасный момент ее партнеры просто сказали, «Лен, а давай мы тебе сделаем регионала», да, ну, кто знает, это определенный статус в компании при достижении определенных результатов, при достижении определенного товарооборота. Вот, и Лена, конечно, ну, давай, ну, она как наставник начала, конечно, сначала говорить, «Нет, Роза, давай мы сначала тебе статус сделаем там, Татьяна, давай вот мы тебе сначала статус сделаем», ну, на что ей команда сказала, «Слушай, вот, Лен, ты же понимаешь, будут у нас статусы, будет у тебя статус». Поэтому даже несмотря на, да, там, на рюмку чая, да, народ сел и практически уже в тот момент, в тот момент вот родил, я это назвал вчера региональная рюмка, да, вот в тот момент вот уже фактически родился статус, вот тогда еще, вот тогда еще родился статус. И было видно, вот до закрытия месяца, насколько четко и насколько слаженно идет команда к достижению цели. Вот. И здесь, конечно, очень важно, вот это важно, когда команда готова для своего лидера, когда команда готова своему лидеру помогать и делать, вот это, наверное, да даже не наверное, это самое главное, наверное, признание в любом бизнесе, да не только в бизнесе, а вообще в принципе в жизни, это признание лидера, признание человека, это даже важнее, наверное, чем красная дорожка, когда команда готова идти за тобой, идти для тебя, и это вот, ну это действительно дорогого стоит. И я искренне поздравляю Лену Бастрыгину, Сашу Бастрыгина, ну они неразделимы, Лена, Саша, Саша, Лена, это они у нас как одно целое. Я их поздравляю, и их девчачий батальон, я тоже поздравляю, у них, как они вчера в чате писали, у них теперь свой регионал, вот, я искренне рад, я искренне поздравляю девчонок и Лену с достижением статуса. Вот это, я понимаю, вот это вот закрытие месяца, вот это, вот это действительно реально. Да, теперь мы плавненько, плавненько перейдем, да, команда очень важна. И какое же будет у нас через месяц закрытие года, то есть закрытие всего, подведение итогов, где соберутся все лидеры, сколько, трех стран, Беларусь, Казахстан, Россия, Украина, да, и еще много кто-то за границей прилетит на один пор, и где-то будет реально закрытие месяца. Это да, это будет крутой новый год, это будет крутой новый год, мы называем это не закрытие года, мы не, там, не знаю, не закрытие чего-то там, да, это крутой новый год компании, это мероприятие Миллениум, у нее даже название такое, Миллениум, 2021, он пройдет 5-6-7 октября, он пройдет в Москве на известнейшей площадке, известия, холл, это будет, ну, Миллениум всегда, это такое звездное мероприятие, это мероприятие звезд, потому что будет красная дорожка, будут статусы, будут признания, будут поздравления, будут награждения, это будет уникальное мероприятие, поэтому туда, в принципе, в принципе, туда может попасть каждый партнер, каждый, ну, к примеру, каждый партнер, он не может туда попасть, он просто обязан там быть, вот, а попасть туда может любой человек, который в сентябре станет партнером компании и успеет купить билет на это мероприятие, а билетов становится каждый день все меньше и меньше и меньше. Круто, круто, Виктор, ты не сказал, где будет проходить Мальдивы, Дубай, Белоруссия, где? Не, почему, Андрей, ты меня плохо слушал, я же сказал, это будет Москва, это будет Москва, это будет известнейшая площадка в Москве, известия, холл, почему я озвучил, 5, 6, 7 октября, наша родная столица России, вот, и крутая площадка, я озвучил, ты прослушал, ты меня невнимательно слушал, вот, поэтому... Знаешь, что будет закрытие, закрытие года, я там буду. Я тоже там буду, мы с тобой там обязательно встретимся, поэтому на шедевральное закрытие месяца сентября и на шедевральное закрытие года и на Новый год, на день рождения компании мы приглашаем всех, кто был в эфире, кто посмотрит этот эфир. Ты можешь стать партнером компании в сентябре и еще успеть купить билет на это мероприятие. Если даже счетчик выключится, мы приложим усилия и найдем для тебя какой-нибудь завалявшийся билетик, и ты обязательно, если ты очень захочешь, ты поедешь с нами. Счастливый билетик, Витя, счастливый билетик. Да, ты вытянешь свой счастливый шанс. Всем спасибо, Виктор. Благодарю тебя, что пригласил на прямой эфир. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия. Поздравляю сегодня с Днем Знаний. Дети у нас пошли в школу, пошли в институты, пошли там все учиться, 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 как завещал великий Ленин. Всем спасибо. Спасибо, Андрей, что был на связи. А Рабинович ТВ был тоже с вами на связи. Всем спасибо, кто был на эфире. Кто не присутствовал в прямом эфире, смотрите эфир в записи, он сохранится в GTV. А также подписывайтесь на мой канал на YouTube. Рабинович ТВ пишется слитно, там тоже будет запись данного эфира. У тебя есть шанс, у тебя есть возможность быть с нами. До связи. А еще лучше, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok